Друзья, всем привет! Разбираем ключевые тенденции украинской, мировой и прочей политики, не только политики. И начнем с важнейшей темы, как глубинное государство на наших глазах яростно сопротивляется заходу Владимира Александровича во власть. То есть факт налицо, 73 с копейками процентов избирателей проголосовали за новую кандидатуру. То есть это однозначно желание кардинально сменить тот курс, которым шла страна. Очень многие люди голосовали исключительно против Порошенко, поддерживая таким образом Зеленского. Но глубинное государство пытается смухлевать и пытается сделать все для того, чтобы Зеленский вовремя не зашел на пост президента. Вовремя это когда? Вовремя это когда он может и имеет рычаги, которые позволяют ему заходить туда сильные позиции. То есть, как я уже говорил в прошлом видео, он может разогнать парламент, используя нарушение процедур, которые попередники постоянно, скажем так, на наших глазах делали. Ну, ни для кого не секрет, что нынешняя Рада, она рекордсмен по всем нарушениям процедур. Поэтому их разогнать, ну вообще, нефиг делать. Тем более, что реальной коалиции нет. Тем более, что она реально ситуативная. Тем более, что, как мы с Датюком опять-таки говорили, этому глубинному государству даже и коалиция не нужна. Они все делают методами в режиме, там, отхок. И под каждый конкретный вопрос создают необходимую коалицию. Поэтому они постоянно начинают сейчас придумывать с помощью каких инструментов ограничить власть нового президента. Потому что очень боятся за последствия, которые могут проявиться, когда Зеленский станет полноценным президентом. И поэтому появляются все эти намеки о том, что президента лишат полномочий, что Порошенко разгонит парламент для того, чтобы нельзя было провести инаугурацию. Хотя Порошенко это не может сделать, поскольку по закону он за полгода до истечения своей каденции не может разгонять парламент. Поэтому, я думаю, это все просто какие-то сплетни, фантастика политическая и т.д. и т.п. Но, вот просто забавно наблюдать, как люди, которые пять лет топили за Петра Алексеевича и были такими державниками, говорили, что не время, не время во время войны, во время кризиса выступать против власти. Сейчас, когда Зеленский еще даже не стал властью, потому что он уже не кандидат, но еще не президент, начинает требовать. А скажи, а скажи, какое у тебя мнение по поводу того или иного вопроса. Отдай нам ответ. А, а, уже ты не можешь ответить. Или, а, ты принял позицию, которую принимал Порошенко. Ну, короче говоря, такая агония, которая будет постепенно затухать. Потому что они сами себя, как говорится, довели и сами себя обессилели. Но стараются наяривать дальше по полной программе, потому что власть же терять не хочется. Амелин сегодня, вот на хвыле стоит текст. Амелин же описал, там, Анатолий Амелин, мой коллега по Украинскому институту будущего, очень хорошо описал, вот за что они хватаются. Боятся возбуждения дел по всем этим махинациям в финансовой сфере, как они банкрутили банки, как они миллиарды, сотни миллиардов гривен перекачивали в свои карманы. Ну, короче говоря, накуролесили немало и, понятно, есть за что цепляться, чтобы не потеряться в будущем. И поэтому ключевой у них сейчас вопрос, с помощью которого они пытаются удержать этот дискурс ненависти, который они же разожгли, это вопрос по мове. Потому что завтра будут проиматы мовный закон, который в нынешних условиях абсолютно вредный и абсолютно ненужный. Почему? Потому что он вводит фактически регулирование со стороны государства во многих деликатных сферах. Например, на работе, вот допустим, я бизнесмен, у меня на работе разговаривают на русском языке или на английском языке, я не знаю, на суахиле пусть разговаривают. Вот мы разговариваем на суахиле, потому что мы так зарабатываем деньги с помощью такой коммуникации. И вот появляется какой-то паренек или девушка, которая говорит, а чему на украинскую? У меня теперь законодательство, оно захищает меня, и вы должны все разговаривать со мной украинской мовы. Вот. А если вы попытаетесь убрать этого придурка, потому что, ну вот он такой, ну, не хочет выполнять свои функции, которые от него бизнес ждет, а вот хочет, чтобы с ним разговаривали все на украинском языке, то вот он будет защищаться этим законом. И бизнесмен, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, из которых платить налоги для того, чтобы пенсионеры там разные, бюджетники, армия и плюс коррупционеры тоже как бы имели свои гешефты, да, вот он должен будет думать о том, как же теперь им всем разговаривать на украинском языке, а не на суахиле, для того, чтобы вот такой вот паренек чувствовал себя хорошо. И, соответственно, то есть там много косяков, там много идиотизма, например, еще, что вы венгерская газета, которая выпускаетесь там в Береговом, да, вот вы должны будете выпускать половину своего тиража теперь на украинском языке, в Береговом, в котором, где все практически разговаривают на венгерском языке. Вопрос, зачем вам тратиться и нести дополнительные издержки на то, чтобы просто эти газеты были макулатурой и их все равно никто не читал в этом Береговом, потому что там украиноговорящих мало. Вот, объективная реальность. Или же сайты, да, вот, многие сайты украиноязычные, многие сайты, еще больше сайтов русскоязычные. Ну, так сложилось. Вот такой рынок. Удобно работать русскоязычным сайтом, поскольку вы тогда можете спокойно, без дополнительных издержек, оперировать во всем мировом пространстве, где используются русский язык. Его используют же не только в России, но его используют в Германии, несколько миллионов жителей Германии русскоязычные. Короче говоря, много везде и где есть русскоязычных. Ну, вот, теперь вы должны будете все переводить на украинский. Вот, версия базовая должна загружаться на украинском. Вот, откуда вы возьмете деньги на то, чтобы содержать редакцию еще на украинском, чтобы просто переводчики нормальные были и это все учитывали? Ну, это не проблема государства. Вы должны откуда-то взять эти деньги, достать, потому что, ну, есть такие граждане, которые, вместо того, чтобы не читать эти проклятые русскоязычные сайты, а читать вот свои правильные там сбруч какой-то там или проще, нет, вот им хочется, чтобы их обслуживали на украинском языке. Ну, ничего, мы обойдем это, мы найдем массу способов, как это обойти, и там, мы не пропадем. Вот, но ведь проблема заключается в чем? Проблема заключается в том, что они просто создают сотни тысяч прецедентов в будущем для конфликтов на бытовой почве. Потому что, если до этого малолетние дебилы просто бегали там и цеплялись к каким-то официанткам там или кассиршам в супермаркетах, и чему возникнуть разговаривать на украинскую мову, то теперь они, руководствуясь буквой закона, они будут к этому принуждать постоянно, унижать людей, доставать их там, да, и, ну, люди нормальные же есть, ну, я не знаю, когда ко мне обращаются на украинском, ну, я могу ответить на украинском, могу ответить на русском, нормальный человек, он точно так же, как и я, украинскую мову можно завертаться, а мне российскую ответ поведает. Ну, нет для нормального человека проблемы в том, чтобы кто-то говорить либо на том, либо на другом языке. Мы же понимаем друг друга, а задача языка это коммуникация прежде всего. Если мы не понимаем друг друга, вот поедите в Германию или поедите в Австрию и попробуйте в ресторане без английского или там без другого языка, который вы знаете, на котором вы можете там общаться, как бы, да, вот попробуйте немцу или австрийцу, который ничего и больше не знает, вот попробуйте донести, потому что у вас самый там передовой язык, свою мысль. Да вы сами не поймете, что там выбирать, да. То есть, вот на этом все разваливается, что мова, мая, там, какое сакральное значение. Никакого сакрального значения, кроме того, что она является инструментом коммуникации, никакой язык не имеет. Все. Мы или понимаем друг друга, когда общаемся, или не понимаем, когда общаемся. И вот они сейчас закладывают, если они примут этот закон, то они заложат бомбу замедленного действия, которая будет взрываться к выборам в Верховную Раду, поскольку люди начнут реагировать, русскоязычные имею в виду. И на этом можно будет строить компанию. Насрать им нам, им всем, поймите, вот, этой Верховной Раде, Порошенко и всем остальных, им на вас просто тупо насрать. Размавляет вы украинскую мову, размавляет вы российскую мову, чищекусь мову, размавляет вы, суахилевы, размавляет. Вы просто для них носители бабла, вот в клювике, там, пашите где-то, работаете сюда до вечера и должны принести им бабло в их предприятия, в их бизнес, для того, чтобы они вахтенным методом могли спокойно жить. То есть, вахтенным методом почему? Потому что они там в Монако где-то, в Ницце, там, виллы покупали, там, да, попокупали. И летают вон оттуда, юных там все добрые. Вот, дети там, жены, любовницы, все там. Вот, а сюда прилетел на сессион на неделю в Раде, отработал, дела порешал на выходные назад. Лежишь на солнышке, прохлаждаешься. А простые люди в Украине просто носят вот в клювике денежку и монопольки их не кормят. Там где-то за энергетику вы переплатили, там где-то за газ переплатили, вам еще субсидию накидали, которые вы из вашего же кармана и оплатили. Потому что все же с налоговой базы формируется. И вы все равно налоги, даже если вы скрываетесь от налогов, вы все равно их платите, потому что косвенно вас все равно тем или иным образом налоги облагают. Так вот, вы за это все платите. Платите за неэффективность, платите за коррупцию, потому что каждая взятка, которая заносится там кому-то наверху, а это миллиарды, миллиарды долларов ежегодно, она оплачется из вашего кармана, потому что она закладывается в продукт. Перевезли сюда какой-то продукт из-за границы, провезли теневой схемой. СБУшник или таможенник получил за контейнер определенную мзду, а эта мзда потом дальше идет наверх. Вот так оно все работает. А для того, чтобы управлять вами, и для того, чтобы у вас было возбуждение, что нужно за сердце хвататься, валериан купить, то вам подбрасывают, нам подбрасывают вот такие вот темы, связанные с языком, с Томасом или еще с какой-то верой. Для того, чтобы мы рвали себе чубы, пока паны там в клубах отжигают. Вот. И вот в эти дни, вот последние сколько там, сегодня 24-е, последние три дня, вот просто видно, как они суетятся, как они пытаются подбросить дровишки, да. И не просто суетятся, походу еще русские им подбрасывают, дают техничные пасы. Тут же тебе тема с нефтью, тут же тебе тема с паспортами. Вот согласитесь, очень интересно, да. То есть, как в 2014 году свобода выпазла с этими, с темой языка, и оно все зашевелилось. И точно так же сейчас. Хоп, начинается какая-то возня, и тут же появляются русские, и быстро технично дают пас. Вот. И аааа, вся общественность начинает, патриотическая, начинает биться в экстазе. А экстаз очень простой, как я уже говорил в начале. Очень не хочется терять эти потоки. Потому что ты ничего не умеешь, они же ничего не умеют реально. Они же ничего не умеют ни создавать, ни работать там как-то самостоятельно. Все, что они могут, это перераспределять. Сидеть, вот эти квоты открывать вверх-вниз. Мову открыли там для своих артистов там, да. Расписали пульку, значит, в Держкино каком-нибудь. И выделили между своими, раздеребанили 2 миллиарда там гривен на то, чтобы это все подается там. Мы спасаем украинское кино. И нам пускают какой-нибудь там щеденной петлюры там какой-то, никакой там, да. Вот. Еще какой-то куча, куча никаких фильмов, потому что те, кто умеют выпускать фильмы, они выпускают их, для них не проблема собрать деньги. И, как правило, эти фильмы кассовые, они собирают деньги без помощи государства. А те, кто вот это через своих другомований там сидят, друг другу как бы подмазали и залили эти государственные деньги из наших с вами карманов, то они, как правило, бездарные продукты создают. Потому что что? Потому что ничего не умеют производить, только перераспределяют. Вот. Поэтому они сейчас очень серьезно испугались, потому что для них Зеленский же сам все производил. Вот. И для него эти квоты, они нахрен не нужны. Он же четко сказал, что Зачем вы со своей этой украинизацией лезете там и достаете людей? Да просто введите, стимулируйте налогообложением. Да? И пусть каждый выбирает. Вот за продукт на украинском языке, там, книга ВДВС, там, да, он заплатит там, допустим, 5% или 10% налогов, а на всех остальных языках пусть он там 15%. И пусть, да, пусть выбирает. Вот. Хочу я читать на русском, там, или на английском, ну, заплачу больше на 50 гривен. Пусть это, ну, вот хочу я так, да. А захочу, посижу, посчитаю, что денежек, ну, много уйдет, там, куплю, допустим, 5 книг, там, каждый на 50 гривен дороже. Да, вот тебе 250 гривен. Ну, для кого-то маленькие деньги, для кого-то очень большие. То есть, и каждый начнет читать из своего кармана, что он может себе дозволить, а что он не может себе дозволить, и чему. И тогда питание перехода на украинскую мову, оно будет вырешиваться выключено, прагматично. Или не будет решаться. Потому что люди скажут, ну, и что? Мы готовы платить, это наш язык. Вот так мы хотим общаться. Так нам комфортно. И что государство должно делать? Да государство должно делать все, чтобы гражданам было комфортно. Потому что, когда гражданам комфортно, то они защищают такое государство. Они тогда за него горой. Потому что они понимают, что им защищать, и зачем им такое государство. А если государство им создаёт постоянно всякую мутотень какую-то, и вытягивает из их карманов последнее, то и мотивации нет. Граждане начинают думать о том, а может нам будет краще с Венгарами, с Угорщиной, а может нам будет краще, не дай Боже, с россиянами. И вот сейчас русские это используют. Потому что нет порядка на нашей земле. Не можем элементарно навести порядки, которые бы позволили сосредоточиться на главном. На безопасности, на арбитраже, на стратегировании, на вот этих социальных выплатах. То есть четырёх базовых функций государства. И идти, плыть, плыть вперёд и не париться. Но поскольку эта вся публика ничего не может, то остаётся только создавать срач, создавать маразм, создавать конфликты, стравливать людей как собак. Чтобы что? А чтобы потом прийти к Югославии и сидеть и говорить, ага, как же это у нас так получилось? Мы же друг друга все любили, мы же тут жили вместе. А тут хоп, появляются уже футболочки, футболочки, где во Львовской области фак они показывают по итогам президентских выборов. Ну, очень смешно. Но я напомню, что в ЛНР ДНР оно же точно так же начиналось. Факи тоже только с противоположной стороны показывали. И это называли сепаратистами. А те, кто тут толкает такую тему сейчас, ради того, чтобы Пётр Алексеевич остался во власти, только потому, что он там во Львовской области намухлевал и набрал большинство голосов. Хотя и Зеленский там 34% получил, тоже немало. Так вот, вы что делаете тогда? Вы тогда кто, если на такие шаги идете? Вы зачем вообще это разжигаете? Вы уверены, что вы любите Украину? А чего вы тогда цепляетесь до Усика, который там в Крым ездит? И, ну, его трудно не назвать патриотом. Он украинский флаг защищает. Так вы когда троллили Усика, а теперь эти футболочки с этими факами из Львовской области показываете, то вы кто вообще? Ну, это многие сейчас себе должны отвечать на эти вопросы. А вы кто вообще, вот глядя на вот этот бардак и эти судороги глубинного государства, которые, ну, это просто судороги, ничем другим они не являются. И, конечно же, Зеленский не ангел и не будет ангелом, это понятно. И, конечно, Зеленский будет сделать много ошибок. Но попуститесь, ну попуститесь, но подождите, дайте человеку стать президентом, войти в конституционные свои права, начать что-то делать, чтобы мы его могли все дружно иметь, чтобы мы могли натягивать, чтобы я мог говорить, что это мудак, ну, отталкиваясь от фактов, а не предположений, или от заявлений, когда он еще даже не стал президентом. Поэтому, ну, смешно и сумрачно это все. Да, с одной стороны смешно, а с другой стороны, ну, настолько сумрачно, ну, такая дикость, такая какой-то дебилизм, вот других просто слов нету. Вот просто веду себя как дебила. Поэтому держите разум холодным и не зажигайтесь там, где вас пытаются зажечь. Вот завтра будут пытаться зажечь, с 25 апреля мовой приведут кучу людей, прибежат, прибегут эти малолетние дебилы всякие, и не малолетние, вот, приведут колоннами, не колоннами. И все закончится, вот, вот, все закончится, как всегда. Если примут этот закон, потом пойдет маятник назад, и на парламентских выборах многие проголосуют за то, чтобы этот закон отменить. Вот просто проголосуют. Вот, и я даже сам не уверен, а стоит ли дальше поддерживать позицию, что единая державна мова может там переходить, может все-таки вводить вторым официальным русский, а еще лучше, чтобы еще английский был официальным, чтобы было три официальных языка. Почему нет? Почему, если они так могут начинать вести себя просто по-идиотски относительно таких же граждан, ну да, говорят на русском языке, ну таки сражались же русскоязычные, и сражаются на фронте, много их оттуда. Посмотрите карту погибших в войне, так больше всего из Днепропетровской области, которая русскоязычная преимущественно. Ну, эти же, ну, просто, вот, знаете, идиотизм, который не накладывается ни на что. Вот, поэтому, ну, не знаю, вроде, вроде есть поворот какой-то, знаете, который вызывает ощущение хорошего, ощущение весны, вот. А с другой стороны, когда начинает подниматься эта вся муть, ну, иногда и начинает проскальзывать мысль, ну, неужели мы настолько безнадежны, что будем еще 27 лет заниматься вот этими вопросами, которые глубинному государству позволяют продолжать существовать дальше? Задайте себе этот вопрос. Все, на этом заканчиваю эту тему. Сейчас пройдемся по русским и по выдаче паспортов. Зачем они это делают? Продолжение следует... Продолжение следует...